Хотел поделиться опытом о кошачьих лотках Вот эти вот черные морды всякие Джекузь Просто приходишь и вот так валяется рядом крышка Они так, не знаю, лишь кребут они так Или ломятся оттуда Хорошо, в принципе, защищают Но вот видите, небольшие только какие-то скрапления бывают за день Ставить, конечно, их довольно просто Мы решили установить здесь в большом санузле В маленьком они не помещаются Но на три кота их довольно-таки хватает Если использовать еще нормальный наполнитель То, в принципе, кошаками в доме вообще не пахнет Даже не скажешь, что здесь есть коты Тем более они такие уже холеные Вот эти вот морды кошачьи Джекузь Я поднял крышку и все И достарешь лопаткой все, что необходимо И вот такой стоит воздушный фильтр здесь сверху Я уже рассказывал, что мне очень нравится сало И особенно домашнее сало По особым рецептам Семейным Секретикам, так сказать Люблю яичницу с салом В качестве какой-то, может быть, закуски Либо просто по доходку Может хлеб с салом зайти очень легко Хотел к вам обратиться Может кто-то знать домашние именно рецепты Приготовления сала Не просто там засолить с солью Или там с луком Какими-то специями засыпать А, например, такой, как я вам сейчас поведаю Я люблю именно такой способ приготовления сала Он один из самых моих любимых Родители, когда приезжали, я заказал его маме Она его приготовила И привезла мне такой большой кусок Где-то килограмма два, наверное Я сейчас покажу вам небольшой, только во фрагмент Остальная часть как бы лежит в морозильнике Я не стал все доставать И расскажу Попробуйте, вам очень понравится Я уже съел таких пару кусков Хорошо, что у меня как бы нет конкурентов Кроме, как теща появилась Приехала из отпуска Набралась сил Ну, с ней вдвоем в охотку Потому что Алена как бы не ест Алиса как бы тем более Сейчас она, конечно, замороженная Досталась в морозилке Но просто в самом холодильнике Остался небольшой кусочек По нём уже, конечно, судить очень сложно Так вот, рецепт Нужно сначала приготовить рассол Получается, этот рассол состоит из воды Кидаем туда шелуху от лука Лук головки 3 Лавровый лист 5-6 И перец, чеснок И соли Когда это всё закипит Нужно положить туда сало И варить где-то 20-25 минут Как закипит Потом всё нужно отставить И дать остыть Готовое сало нужно просушить салфетками Натереть спесами Ну и убрать в морозильник Желательно сало порезать на порционные куски Сало очень вкусно Сейчас я вам покажу Именно тот кусочек Который остался от такого куска И, конечно, лучше сало брать Получается не просто сало А именно с мясом Смотрите, именно Чтобы именно было там Большой слом мяса И тогда действительно будет вкусно Такое сало можно, не знаю Даже и без хлеба есть Для всех любителей сала Очень советую Попробуйте Не пожалеете У меня когда был санцунков Был полностью водонепроницаемый Я с ним купался и под водой И на море под водой Также нырял Спокойненько делал съемку Но с айфоном Мы знаем печальную историю с Аленой Когда она утопила свой седьмой Айфон И под экран попала просто вода Он выключился И даже из него никакой информации Нельзя было взять Под водой, конечно, с ним нельзя купаться Но я делаю обычно промывку телефона После того, как Алиса там на него Жирными руками бывает Возьмет после еды Схватится там Либо какие-то жирные отпечатки Бывают на телефоне Сейчас я продемонстрирую Я спокойно достаю из чехла Тоже бывает чехол, тоже мою Вот И спокойно, допустим, могу взять Намылить как следует От пыли и грязи, как говорится И спокойно помыть Кто из вас боится Мыть телефоны В принципе, ничего с ним не происходит Я эту процедуру делаю не первый раз Вот хотел у вас спросить Как вы относитесь к таким процедурам Вообще, стоит так делать Промывать телефоны Либо влажные тряпочки как-то Но я думаю, с ними не должно ничего случиться Так вот, друзья, хотел Именно Что это вы так вот сидите? Вот так вот Друзья Друзья, сегодня мы поговорим Мы записываем это видео, чтобы вы поделились своим опытом Кто ездил, допустим, в Турцию Нам предстоит скоро поездка туда Я слышал много негативных отзывов о Турции И хотел бы, чтобы вы написали в комментариях Поделились опытом Может, как-то развеете наши сомнения Что ты думаешь об этой поездке? На самом деле, ребят, я безумно счастлива Мне очень-очень рада, что нам удастся вывезти Алису на море Если все сложно Потому что она все уши проезжала Хочу на море На море Самый год на море Она обожает купаться И вот накаркала Наконец-то И просто мы подбивали бюджет поехать, ну, как бы, там, допустим, в Дубай И получалась сумма, вот, если мы будем вдвоем Двое детей и моя мама Ну, в районе 300 тысяч Это без расходов там Ну, как бы, это вот гостиница, где мы в прошлый раз были То есть, вообще, такая негуманная сумма А с учетом огромного нашего ипотечного кредита Десять раз думаешь И это на десять дней, получается, да? Как буду розыкнуть Я считала, по-моему, даже на неделю Вот это 300 тысяч, это на неделю было бы И Алиса все время говорила Мама, давай на море Я говорила, если мы накопим эти денежки, да Выцепим их из всего остального Обязательно поедем А здесь такая возможность поехать в Турцию Причем никогда мы там не были Единственное оно Сережа, ты можешь идти? Единственное оно Единственное оно Ты же не знаешь, о чем я хочу сказать Ну, я догадываюсь Много просто прожитых лет совместно Я уже лавлю мысль, поэтому Будут опять говорить, знаете, что Алиона с таким кислым лицом На самом деле, четко перед видео Сережа всегда косячит Потом мы садимся снимать и все мне пишут Какая ты злая жена Блин, вы же не знаете, что за кадром остается Я на самом деле... И не узнаете никогда Я на самом деле из последних сил вот себя держу И поэтому хоть на камеру как бы можно приобнять И она как бы ничего не сделает Все скоро конец записи Значит, в чем смысл? Ага, что не получилось у нас? У нас не получилось то, что мы могли взять с собой еще пару Детей Пару детей, либо родственников Ну, тех людей, с которыми мы хотели поехать У них, к сожалению, не получилось У кого-то просрочен паспорт вот-вот неделю назад буквально А сообщили нам, как бы, меньше месяца времени остается на это И успеть паспорт сделать просто невозможно Хотели Ромочку взять Но тоже мало времени И, ну, вот, как-то, короче, не получается Причем, ну, смысл такой, что нас пригласили в пресс-тур Та-та-та-та Самое главное мы не сказали Вот И это очень редко, когда приглашают с семьей Обычно пресс-тур это ты один Едешь как самый Ну, как бы, все измеряют, все твои показатели Сколько ты можешь ждать просмотров Сколько тебя человек читает Сколько комментариев И, исходя из этого, предлагают, ну, в обмен на поездку Чтобы ты рассказала о каком-то продукте, услуге, ля-ля-ля А когда едешь со семьей, это же всем родственникам надо платить А у родственников, ну, как бы, каналов нету, да Поэтому это огромная редкость В общем, спасибо приглашающей стороне Что нас пригласили вместе с детьми И еще дали возможность взять там мою маму Но она, к сожалению, поехать не может Младенца таскать по этим самолетам, по аэропорту Где много людей постоянно Вот эта массовка, микробы Я бы не хотел бы Лучше бы я, как бы, остался с ним Допустим, поехала теща Ну, я бы не хотел Вообще, я был очень сильно против И как раз совпали звезды так, что Алена мама тоже не может поехать И она останется Мы оставляем человеком надежным, проверенным Мы просто не беспокоимся Сережа вообще ни в какую не хотел Рому брать И не хочет И мама моя тоже вот так Короче, я вообще абсолютно позитивно отношусь К путешествиям с детьми Но когда, знаете, постоянно вокруг тебя Ой, инфекции Ой, поносы Малярия Ну, это просто плоскорды Когда, ладно, взрослые дети, я считаю Еще можно как-то с ними организовать А когда один постоянно То у него орет животик Орет животик у него Знаете, когда вокруг тебя постоянно Какие-то тысяча сценариев апокалипсиса Я как бы сама тоже постоянно Везде, где я появляюсь Вот особенно с рождением детей Это фигня началась То, что у меня любой угол Я в красках вижу, как об него можно разбиться Любая высота Я в красках вижу, как можно упасть, сломать все Фантазия очень богатая Это, знаете, как ужасно Ну, у меня постоянно вот это фоновое И это меня очень сильно изматывает Вот, и доходит до того, что я пока Вот мне представляется какая-то ужасная ситуация Я пока мысленно из нее не выберусь Она меня не оставляет, представляете? И, короче, на фоне вот этой вот Моей офигенной тревожности Ну, в основном я там во всех сценариях Мне выбраться с какой-то высотки Внутрь внизу пожар 90% это беспочвенно Я там, знаете, чуть ли не вот так по тросу Думала, куда я засуну Алису Как я буду держать Рома и спускаться И вот, подожди Это из той категории, знаете, когда Только первое свидание мужчины и женщины Она уже думает Когда и куда пойдет ребенок в школу И вообще, когда он вырастет Как он будет кружку воды подавать ей в постели Типа с такой категории, что вот это накручивает Ну нет, а у меня, получается, у меня все родственники еще добавляют То есть они ляпнули и забыли, понимаете? А если малярия, дизентерия, глисты, инфекции, Эбола там и так далее А на все мои вот эти вот, блин, психозы Это все ложится и все У меня начинает это все с бурным цветом Я представляю, как все заболели И что я буду делать, и как я ношусь еще врача И как огромная температура И, короче, это кошмар В общем, Сережа категорически против Говорит, едем без Ромы или не едем вообще В итоге мы едем втроем А моя мама останется с Ромочкой Риск просто неоправдан Думаю, вы со мной согласитесь, что детей до полугода Хотя бы не стоит брать такие поездки Тем более там, где большое скопление людей Вообще самое лучшее Открыла ребенку, когда мы поехали с Алисой в первый раз Самое лучшее, мне кажется, сейчас уже Алиса осознанно Ей уже скоро три Ей же около трех лет Практически Она безумно интересная Она уже рассуждает И вот я поняла, что ты больше всего узнаешь своего ребенка Когда он начинает говорить им на ход мысли, нюансы Это вообще кайфово Я думаю, будет очень интересно Хотя она у нас дико избалованная, капризная И я уже чувствую, что надо как-то браться за больше Ну, выстраивание этих рамок И ограничений Потому что она у нас конкретно, знаете, присела в углу И чуть-чуть, что все Шантаж, истерики, скандалы Слезы, обиды Выгоняя Но в садике она себя так не ведет Да, она только дома Когда я пытался с садика ее забрать И она села на велосипед И говорит, ну все, Алис, пойдем Нет, не хочу Начинала вот это вот нытье свое включать И воспитатели так на нее посмотрели Алис, ты еще так можешь? Мне кажется, она приждена на актрису Да, Алиса, она с актрисой, это точно Я не знаю, ее никто этому не учит Но она постоянно какие-то сценки разыгрывает Какую-то роль играет Там идет такая демонстрация Причем это у нее, ну, чуть ли не с рождения Что она вот и смотрит на реакцию Там то обида у нее, то радость Даже когда я ее фоткаю Знаете, у нее есть, как в рекламе Что она может делать вот так И, короче, она меняет 100 просто Выражение лица, выключается камера Такая, фу, типа, все, как надоело Блин, это никто ее не учит Представляете, вот, что значит Моя кровинушка, вот они гены Мне кажется, мы начали за здравие И уже заканчиваем за покой Мы вообще разговариваем про Турцию Так что, ребят, вы посоветуете Напишите, кто туда, как минимум Раз, два ездили Какое впечатление у вас сложилось Еще вопрос в том, что мы будем жить в абортаментах То есть, это не гостиница, где все включено Там 400 аниматоров Апартаменты, это, по сути, большая квартира На берегу моря То есть, мы там будем готовить сами Или где-то кушать В общем, самим организовать Можно посмотреть по ситуации Все остальное Главное, чтобы не сильно далеко от моря Как бы было Нет, на берегу Поэтому, если у вас есть особенные советы Про Турцию Как там Лучше провести время Какие достопримечательности Что ожидать Что-то взять с собой Предостеречь Не знаю, там Туда не ходить Сюда не ходить Может, какие-то магазины избегать Или, не знаю Ночью не ходить Или наоборот Ну, вот эти все нюансы Интересно услышать у людей Именно, которые уже с опытом Как минимум Да, так что пишите Все, спасибо Пока Будем читать комментарии Пока Все, можно делать кислое яйцо Я всегда работаю с кислое яйцо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok